«Москва слезам не верит» – один из самых любимых отечественных фильмов. Сегодня, спустя 43 года после выхода киноленты, зрители до сих пор с удовольствием ее пересматривают. Драматург Валентин Черных написал сценарий для участия в киноконкурсе на лучший фильм о Москве. История о женщине, которая сначала перед одним мужчиной выдавала себя за обеспеченную москвичку. А потом скрывала от другого, что работает директором фабрики. Называлась «Дважды солгавшая». Сценарий особой интереса ни у кого не вызвал. А вот Владимиру Меньшову очень понравился ход с временным прыжком, когда героиня заводит будильник и засыпает в слезах, а просыпается уже через 20 лет. И карьера сделана, и дочь выросла. Это необычная задумка сценариста сподвигла режиссера взяться за работу. Сценарий дорабатывать пришлось самому. Валентин Черных наотрез отказался что-то менять. Сценарий был написан Валентином Черных всего за 19 дней для конкурса. Сценарист хотел рассказать о том, как трудно жить в столице тем, кто приехал из глубинки. Это он знал не понаслышке. В молодости Валентин и сам приехал в Москву. Жил в общежитии, а потом познакомился с будущей женой, коренной москвичкой со своей квартирой и пропиской. Правда, в своем сценарии Черных решил показать женскую линию, так как понимал, что она будет более драматичной. Когда в 1979 году на экраны вышла новая картина Владимира Меньшова, многие зрители отнеслись к ней холодно, а некоторые вовсе заявили, что разочарованы, назвав фильм дешевой мелодрамой. Да, именно таким были первые отзывы о работе Владимира Валентиновича. Да нет, нас бабушка шутит, к нам сейчас гости из Риги приехали, а на нашу квартиру общежитиям стал называть. Чао. Руководство худсовета тоже раскритиковало картину, особенно за постельные сцены. Фильм вообще могли запретить к показу, если бы его не посмотрел сам Леонид Брежнев. Пожалуй, он был первым, кто оценил работу режиссера по достоинству и вынес вердикт, пока состоится. Худсовет картину принял без восторга. Ее обвинили в излишней мелодраматичности и приземленности. Успех сразу поверил только директором из фильма. Но окончательно прокатную судьбу фильма решил Леонид Брежнев. Он пришел от него в восторг. И после этого вся критика не имела значения. Прокате фильм ждал триумф. За год его посмотрело 85 миллионов человек, а 100 стран купили для показа на своей территории. Фильм очень полюбили в Америке. Но для американских зрителей лиричная составляющая была на втором плане. Они больше восхищались героиней, которая сама себя сделала и осуществила свои мечты. А вот Гошу и переживания из-за него американцы, а особенно американки, не поняли. Также госкино запретило показывать хоккеиста Гурина опустившимся пьянчугой. После обещания завязать он должен был приехать на дачу в крайне неприглядном виде, да еще со своим собутыльником, и начать припираться с Людмилой из-за трех рублей. Но киноначальники были против такого развития. Все-таки спортсмен, да еще и игрок сборной. Рассказал, что завяжет, значит завяжет. Кстати, приятели и даже супруга режиссера, актриса Вера Алентова, отговаривала режиссера от работы над созданием фильма. Всем очень не нравился сценарий и задумка. Мне говорили, не надо, Володя, не снимай ты это. Очередная бытовая мелодрама, каких много. Даже жена, Вера, прочитав сценарий, сказала, ну и мура. Единственное, что привлекло меня в сценарии, замечательный ход, когда главная героиня Катерина заводит будильник, засыпает в слезах, а просыпается, уже будучи успешной женщиной, будет взрослую дочь. Я даже сначала подумал, что пропустил несколько страниц, но потом меня осенило. Это же так похоже на нашу сферу и жизнь. Позже, снимая фильм, я вложил в него весь свой опыт, приобретенный за годы жизни в Москве, вспоминал Меньшов. Всё же позже, зрители тоже смогли проникнуться идеей киноленты и стали её хвалить. Однако, не только советские телезрители и критики оценили фильм, но и американская киноакадемия. Владимир Меньшов получил золотую статуэтку премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Правда, узнал он об этом 1 апреля по телевизору, во время просмотра программы «Вести». Изначально режиссёр даже подумал, что так его решили разыграть. Владимир Валентинович знал, что его работа номинирована на премию «Оскар». Но поехать на церемонию в 1981 году не смог, так как особого разрешения у него не было. Вместо режиссёра статуэтку получил Аташе по вопросам культуры посольства СССР в США. Многие американцы не заметили подмену и считали, что на сцену поднялся сам Владимир Валентинович. Позже некоторые фотографы даже подписывали фото, на которые был запечатлён Аташе именем режиссёра. Владимир Валентинович даже не думал снимать свою жену в картине. Изначально на роль Катерины он рассматривал Ирину Купченко или Маргариту Терехову, но те отказались от работы. Тогда руководство худсовета предложило ему Веру Алентову. Вера Валентиновна была известной театральной актрисой, а вот в кино долгое время ей доставались второстепенные роли. Именно благодаря фильму «Москва слезам не верит» о ней узнал весь Советский Союз. На момент съёмок ей было 37 лет, а в начале картины актрисе приходится игра 20-летнюю студентку. Но с этой задачей Алентова справилась хорошо. Эта работа была тяжёлой как для Владимира Валентиновича, так и для Веры Валентиновны. Из-за этого они часто выясняли отношения и ссорились. Я срывался на ней по каждому поводу. Не хотел, чтобы думали, что Вера получила главную роль по блату, тем более, что это было не так. И Вера победила в честном конкурсе. Мне казалось, что она всё делала плохо. Выяснения отношений продолжались и в машине, по дороге домой и в квартире, рассказывал режиссёр. Не менее трудными были поиски актёра на роль интеллигентного слесаря Гоши. Кудсовет даже настаивал, чтобы в фильме сыграл сам Меньшов, но он отказался. На роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков и многие другие. Но режиссёр ни в одном из них не увидел интеллигентного слесаря. Посмотрев фильм «Дорогой мой человек», Владимир Меньшов решил пригласить Алексея Баталова. Актёр принял предложение без энтузиазма, и сценарий его не впечатлил, и героем он не проникся. После премьеры Гоша стал визитной карточкой Баталова и объектом восхищения зрительниц нескольких поколений. Но сам актёр по-прежнему относился к нему с подозрением. Мол, женщины с ним в финале, конечно, счастливы, но через три дня он её по голове бутылкой может начать бить. Владимир Валентинович видел в этой роли только актёра Алексея Баталова, а вот он сам был против, поэтому несколько раз отказывал режиссёру, но тот и не думал сдаваться, когда прозвучал первый телефонный звонок из группы Владимира Меньшова, задумавшего о съёмке фильма «Москва связам не верит», сперва я сразу отказался, и только упрямая увлечённость Меньшова и стремление тут же увязать все мои трудности с планом съёмок решили дело. Кроме того, он замечательно придумал, что Гоша, он же Гога, он же Жора, это синтез моих прошлых ролей, помесь с физикой рабочего, золотые руки вроде Журбина. К тому же картина без экспедиции, всего один выезд за город, моей работе эти съёмки не мешали, и я согласился, вспомнил Баталов. Позже он благодарил режиссёра за то, что тот всё-таки уговорил его сняться в фильме, который принёс ему такую известность и всенародную любовь. Кстати, Валентин Черных очень любил своего героя Гошу, и даже сам мечтал быть таким. «Это моя мечта и мои комплексы, я хотел бы, чтобы женщины видели меня таким», говорил Черных. «Ой, Полина, у тебя ж всё поправило, а в жизни ещё и лотерея есть, вот я всегда лотерейный билет покупаю». «Выиграла?» «А как же, два раза порублю». А вот Ирина Вадимовна, которая в фильме сыграла Людмилу Свиридову, не была в восторге от своей героини. «Помню, она сетовала, это Людмила грубая, пошлая женщина, и теперь все будут думать, что и я такая же», рассказывал Геннадий Печняков, друг и учитель артистки. Владимир Валентинович очень хотел, чтобы роль Александры, дочери Катерины, сыграла Наталья Вавилова, которую он до этого снимал в фильме «Розыгрыш». Вот только родители школьницы были против её актёрской профессии и считали, что она должна учиться, а не пропадать на съёмках. Оказывается, Наталья втайне от родителей ездила на съёмочную площадку. Фильму «Москва стезам не верит». Однако родители позже узнали всю правду и были очень злы. В дело вмешались Меньшов и Баталов, которые уговорили отца и мать позволить девочке сниматься в кино. Все хорошо помнят сцену, где Гоша разбирался с обидчиками Александры. В съёмках драки принимали участие настоящие самбисты, один из которых не рассчитал силу и повредил Алексею Баталову кадык. Актёра сразу отвезли в больницу. Но, к счастью, всё обошлось, и он быстро вернулся к съёмкам. Георгий Иванович, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? Здесь только Георгий Иванович. Гоша. Изначально фильм был на час длиннее. Отснятый материал показали в госкино и после этого отправили на монтаж. Почти целиком убрали сцены Веры Алентовой и Олега Табакова, а также сократили разговор Гоши и Николая. В оригинале диалог героя был таким. Что происходит в мире? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолёт компании Air France. Но во избежание международных проблем название авиакомпании убрали. По сценарию Гоши и Коля во всё горло распевают «Подану гуляет казак молодой», а в фильме они скромно разделывают оранку. По сценарию Людмила получила для себя и подруг приглашение на дипломатический приём в аргентинское посольство. И подруги восхищённо разглядывали послов и их бьюики. Но руководство госкино потребовало убрать этот эпизод. И тогда девушки пошли на фестиваль французских фильмов, куда приехал знаменитый Георгий Юматов и начинающий актёр Иннокентий Смоктуновский. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.